Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горохов. И сегодня гость нашей программы, заместитель начальника Одинцовского отдела вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России, подполковник полиции Андрей Юрьевич Таганов. Андрей Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте, Пётр Юрьевич! Ну и, естественно, коль скоро Андрей Юрьевич оказался в нашей студии, мы его порасспрашиваем о том, как сегодня осуществляется охрана имущества граждан, насколько успешной была деятельность подразделения в 2018 году, и расспросим о новинках, конечно, о технических новинках, о новых средствах охраны личного имущества граждан. Ну и начать, наверное, всё-таки, Андрей Юрьевич, с общих цифр, да? Сколько сегодня объектов находится под охраной отдела вневедомственной охраны, ну и краткая характеристика, что это за объекты? Да, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день мы имеем более 9 тысяч объектов различных форм собственности. Это 1200 объектов юридических лиц, более 3500 квартир и около 2500 – это объектов загородной недвижимости. Ну что касается квартир, всё-таки 3500 – это цифра не очень большая, но, насколько я помню, несколько лет назад было намного меньше, да? То есть можно сказать о том, что люди постепенно-постепенно понимают, да, необходимость постановки? Ежемесячно мы проводим брифинги с управляющими компаниями, мы выходим в массы и проводим агитационную работу с профилактикой имущественных преступлений, чтобы клиенты, будущие наши клиенты, понимали, что такое вообще подразделение вневедомственной охраны Росгвардии, какими преимуществами мы обладаем перед нашими конкурентами и какие услуги мы предоставляем. Ну и в нескольких словах, подводя итоги минувшего года, у вас, естественно, какие итоги? Это количество попыток проникновения на объекты, которые находятся у вас под охраной, и насколько велик процент успешных или невелик, наоборот, успешных попыток похитить, завладеть чужим имуществом, проникнуть на объекты, которые вы охраняете. За предыдущий год, 2018, у нас было больше 150 попыток проникновения на наши охранимые объекты, но они все сошли к нулю, то есть совершенно не было краш. Но попытки проникновения не всегда будут существовать, то, что преступники пытаются залезть в имущество, срабатывая сигнализации, убегают сразу же, увидев датчики сигнализации. Но вообще задержать-то удалось кого-нибудь или убегали очень быстро? Убегали, скрывались, да, задержания в этом году у нас не было. Насколько я знаю, опытные преступники, они даже и не связываются. Вот те, кто понимает в том, что такое сигнализация, сигнализация, которую устанавливают, тем более взяла на охрану Росгвардии, по-моему, здесь даже нет, опытные преступники даже не подходят близко к таким объектам, да? Ну, зачастую они, увидев наклейку «Охраняется Росгвардии», увидев выносной индикатор, в народе, скажем, это лампочка, да, уже обходят стороной те квартиры или те дома или объекты, которые охраняются на Росгвардии. Ну, вот видите, как, Андрей Юрьевич, вы сказали о том, что 150 попыток проникновения, ни одной успешной, к счастью, не было, да? Ну, и я думаю, что эта статистика, она из года в год повторяется. Попытки есть, тем не менее, хищение удается предотвратить имущество граждан, которые обратились к вам и поставили свое имущество под охрану. Тем не менее, вот, что касается вообще квартир, квартир, которые не стоят на сигнализации, не поставлены, не выведены на пульт охраны отдела вневедомственной охраны Росгвардии, естественно, бич – это квартирные кражи, квартирные кражи, дачные кражи. И зачастую так бывает, и я сам знаю таких людей, которые обращаются в отдел вневедомственной охраны с просьбой поставить их имущество на охрану уже после того, как произошло хищение, в незащищенную квартиру проникли воры, злоумышленники, пропало имущество на крупную сумму, да? Вот в нескольких словах об этой психологии. Почему все-таки люди не стараются предварить такую неприятность, а уже постфактум идут, когда уже, ну, по крайней мере, уже одну кражу предотвратить не удалось? Ну, хотелось бы всегда работать на опережение. Каждая кража, которая была совершена, а это зачастую, даже если взять статистику, в декабре 2018 года было зарегистрировано в МУ и ВД России Одинцовской 218 имущественных преступлений. Краж 164, 28 квартир из них, 6 дач. То есть, это огромные, большие имущественные преступления. Массив большой, да. Каждое имущественное преступление мы отрабатываем, каждое, без исключения, предлагаем собственникам рассмотреть вопрос об установке сигнализации в их имуществе. Но здесь же опять возвращаюсь к тому, что нужно работать на предупреждение. То есть, лучше профилактику провести и установить сигнализацию, нежели потом совершенное имущественное преступление будет. Все-таки, где чаще совершаются квартирные кражи из незащищенных, естественно, квартир? Это новостройки или это старый жилой фонд? Ну, даже, скажем, даже не где чаще, а это сезонный характер. Если это зимний период, то это дачный комплекс, а если это летний период, то это квартирный комплекс, да. Но, конечно же, большинство квартирных краж – это новостройки, потому что зачастую заезжает один-два жителя в доме многоэтажном, который только построили. Все остальные ведутся строительные работы. Люди знают, что вот заехали и совершают кражи. То есть, заехали, завезли имущество какое-то, да. Какое имущество? Зачастую дверь открыта бывает в квартиру долгое достаточно время, пока выносится, заносится мебель, техника какая-то. Ну, и потом, мне кажется, даже чисто по-житейски. Пока идет ремонт в квартире, да, уже можно позаботиться и об установке сигнализации. Пока идут ремонтные работы, все это можно сделать незаметно, без лишнего мусора, да, чем потом, когда ремонт уже сделан, и по готовому ремонту, по обоям, по покрашенным потолкам вести какие-то там провода и так далее, да. Ну, на сегодняшний день есть, конечно, и проводная система сигнализации, и радиоканальная. То есть, даже если клиент сделал уже ремонт, то мы можем обойтись малой кровью и установить охранную сигнализацию при помощи радиоканала. То есть, в принципе, есть и такая, да, возможность. А что касается технических средств, как раз вот защиты имущества, которые сегодня стоят на вооружении подразделения, что можно о них сказать, насколько они совершенны, потому что мы знаем, что, да, как только появляется броня, да, появляется снаряд, который эту броню пробивает. Здесь тоже, наверное, идет, да, некое противостояние с преступным сообществом, появляются новые средства охраны, тут же пытаются подобрать к ним какие-то ключи. Вот сейчас насколько мощные современные именно средства охраны вы предлагаете своим клиентам? Ну, скажем так, на сегодняшний день, да, система сигнализации, она обустроена так, что преступник не сможет проникнуть в то или иное помещение, обойти те или иные датчики. Но это исключено, потому что ставится настолько серьезная сигнализация, которая блокирует вплоть до проникновения через пролом стены, пролом через окно, пролом через дверь. То есть, в принципе, предусмотрено любое возможное действие злоумышленников? Да, конечно. Ну, и в связи с этим возникает вопрос, такие серьезные технические средства, наверное, и стоят достаточно дорого. Здесь вот насколько это соотношение, да, насколько оно устраивает человека? Ну, скажем так, на сегодняшний день установка сигнализации начинает от 20 тысяч рублей, независимо это будет квартира, дом, объект. К каждому клиенту подходит индивидуальный подход, имеется индивидуальный подход, каждый клиент прорабатывается, предлагается все возможные условия, скидки. И зачастую клиенты остаются довольными тому, что предлагает Росгвардия, где нет с охраной. Я думаю, что если у человека есть какое-то имущество, да, то если у него нет имущества дороже 20 тысяч рублей в квартире, то, наверное, может быть, ему и сигнализация не нужна, вынести оттуда нечего. Но если имущество есть и на приличную сумму, то 20 тысяч рублей, наверное, это действительно такая достойная в хорошем смысле этого слова сумма для того, чтобы пойти на эти траты раз, тем более же они делаются разово. Да, это ежеразовая сумма, но здесь, опять же, надо понимать, что если ты поставил сигнализацию за те же 20 тысяч рублей, то ты можешь свое имущество сохранить на более крупную сумму денег. Ну и что касается ежемесячных платежей, они, насколько я помню, они всегда были достаточно маленькими, невелики. Ну, скажем так, если мы берем квартиру, то минимальный платеж в отдел местной охраны – это 157 рублей. Это при помощи интернет-канала, при помощи СМС-канала и ДжПРС-канала – это 237 рублей. Ну, это даже очень такие минимальные цены, которые… Дешевле поездки в Москву, на другой кодекс Москвы. Да, скажем так, поездка на Новом Экспрессе Одинцова – Белорусский вокзал. А любой ли объект сегодня можно поставить под охрану? Потому что я помню, пару десятков лет назад обязательно было наличие телефонной выделенной линии связи. А что касается сегодняшнего дня, объекты ведь самые разные, да, может быть, сарай какой-то стоит на отшибе, да, вот все ли сегодня берется под охрану? Любой объект на территории Одинцовского муниципального района мы берем под охрану, независимо, где он будет и какой протяженности отдаления от ПЦО. А здесь у нас на сегодняшний день ежедневно заступает 11 групп задержания, которые покрывают весь район в любой точке нашего района. Единственное, что по городу Одинцово у нас время прибытия оставляет до 15 минут, за пределами города Одинцово это будет уже время прибытия 20-25 минут. А технически? Любое, любое, любое. То есть, в принципе, даже если нет, грубо говоря, на объекте ни телефона, ни электричества, может быть, да, все равно можно его поставить под охрану? Ну, телефон у нас уже, мы отходим о телефоне, и телефон это уже, скажем так, прошлый век, сейчас мы уже идем в новку со временем. С электричеством здесь, конечно, немножко сложнее, потому что сигнализация имеет свой резервный источник питания, который нужно подпитывать от сети 220. Здесь, конечно, нужен либо нормальный мощный генератор, который будет работать 24 часа, либо это уже непосредственно сеть 220. Ну, то есть, в принципе, к любому объекту можно подобрать подход, какое-то решение техническое можно? К любому объекту мы имеем индивидуальный подход и с любым объектом мы работаем. А вообще, что касается конкретного человека, установка сигнализации на даче, в квартире, в коттедже, есть ли какая-нибудь специфика, какая-то разница или сейчас никаких разниц? Разницы нет никакой, просто квартира, например, от дачи отличается большим количеством датчиков, больше ничего. А что касается предложений для организаций, мы все говорим о частных лицах, понятно, что для частного лица потеря личного имущества – это всегда трагедия, и психологическая травма, и материальные какие-то потери. А вот что касается организаций, там, наверное, тоже есть своя специфика. Ну, для организации мы также говорим, что установка сигнализации будет ту же сумму, та же стоимость, что и квартиры, что и дома – это 20 тысяч рублей, ежемесячная плата, а здесь уже варьируется. То есть, говорим то, что от 4 тысяч рублей и выше. Все зависит от того, какая организация, что хочет увидеть у себя на объекте. Ну, и, в принципе, организации же бывают разные. У кого-то это складские помещения, у кого-то офисные, кто-то там, может быть, еще что-то хочет защитить. Здесь вот тоже это… То есть, тоже здесь практически к любой конфигурации можно найти. К каждому клиенту индивидуальный подход. И что касается технической точки зрения, я знаю, отдел всегда был одним из самых продвинутых, одним из самых успешных. Какие вот дальнейшие перспективы развития, технического развития, может быть, времени реагирования Вы перед собой увидите? Какие задачи ставите, к чему стремитесь? Ну, задачи – это первое на сегодняшний день – это минимизировать прибытие на охранимый объект. То есть, я хочу добиться того, что уменьшение будет времени по городу до 10 минут. Это первое. Второе – развитие пультовой охраны. Это внедрение новых передовых форм. Это установка некого оборудования с видеофиксацией. То есть, чтобы мы уже видели, кто проник, как проник. Ну, и прирост массив охранимых объектов. Что касается охраны транспорта. Здесь, я помню, тоже достаточно давно уже Вы начали развивать это направление. И сейчас, где Вы находитесь, любой ли тоже транспорт, коммерческий или частный, можно поставить под охрану? Да. На сегодняшний момент у нас развернута система «Алмаз». «Алмаз» она развернута на базе управления снохраной по Московской области Росгвардии. Мы берем любую машину под охрану и выводим ее на пульт «Алмаза». С помощью дежурного отслеживается, куда машина поехала, как машина поехала, где находится. Передача идет с одного района в другой район, с одного региона в другой регион. И также дежурный может заблокировать машину, если это несанкционированные проникновения. Может клиент, если находится в машине, нажать тревожную кнопку, если вдруг на него проходит нападение. То есть, большой сфер услуг по автотранспорту. И мы готовы с каждым клиентом работать, каждому клиенту расскажем, объясним, что это и предложим услуги. А вот если машина находится там на трассе, едет какая-то силовая поддержка в этот момент, возможно? Ну, если он нажмет тревожную кнопку, то немедленно выезжают все силы и средства подразделения Росгвардии во взаимодействии с территориальным органом ЭМУ и ВДРС Денцовской, если это касаемо нашего района будет. То есть, если злоумышленник, например, подсел в машину, и человек понял, что ему грозит опасность, он нажимает на кнопку, и в принципе какой-то некий перехват или что-то на трассе происходит? Ну, мы будем сопровождать эту машину, будем блокировать эту машину и ее, конечно, задерживать. Сегодня очень многие фирмы, Андреич, очень многие фирмы предлагают схожие в чем-то услуги и охрану имущества, и охрану транспорта. Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки в нескольких словах сказали о том, в чем именно преимущество вневедомственной охраны, которое осуществляет Росгвардия. На сегодняшний день Росгвардия, еще раз повторюсь, имеет 11 круглосуточных групп задержания. Это два сотрудника на специализированной машине с проблесковым маячком, с угловым сигналом, плюс имеем вооружение, то есть два сотрудника вооружены полностью, имея федеральный закон 226 о Росгвардии, в котором имеются статьи о применении физической силы, спецсредств, огнестрельное оружие. Вот это большие преимущества перед всеми остальными частными охранными организациями, которых преимущества нету совсем. Ну, то есть, если действительно преступник вооруженный очень опасен, если какая-то серьезная угроза, то подъехавший экипаж сразу включается в нейтрализацию. Ему не надо вызывать полицию, они начинают действовать сами фактически. Да, у них есть закон, который они действуют согласно закону. Ну и, конечно, дай бог, чтобы им не приходилось применять свои навыки и свои широкие полномочия, потому что действительно самая лучшая профилактика – это предупреждение. Да, я с вами совершенно согласен. Хотелось бы еще задать в заключение нашей передачи вопрос о кадровом составе подразделения. Отдел постоянно развивается на протяжении всей истории, которую я, по крайней мере, наблюдаю. Постоянно идет развитие, постоянно укрупнение, новые функции появляются. В связи с этим сегодня можно ли говорить о том, что вы принимаете на службу людей? Сегодня мы принимаем на работу граждан Российской Федерации, которые прошли срочную службу в вооруженных силах Российской Федерации, у которых есть среднее образование, готовы служить, готовы дать свою честь государству. И ежедневно мы проводим с представителями военкомата встречи, в которых разговариваем с дембелями, которые ослужили срочную службу. Встречаемся с дембелями, предлагаем им пройти дальше службу в Ройск-Гвардии. И готовы к гражданам, которые изъявят желание пообщаться, пригласить, предложить. Насколько я знаю, там серьезный достаточно соцпакет вы предлагаете, да? Тем, кто проходит службу, по-моему, и по медицинскому обеспечению, и по устройству детей в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные. Ну, соцпакеты у нас, это, у нас есть ведомства наших госпиталя, очень серьезные. Это есть у нас своя поликлиника, это есть соцнайм, который, чтобы доплата идет за съем жилья. Ну и плюс все те выплаты, которые положены сотруднику. Легко ли вас найти, легко ли заключить с вами договор, не растянуто ли это во времени, нет ли каких-то препятствий? Ну, в сегодняшний день, если клиент обратился в подразделение Росгвардии, то Одинцовский отдел местной охраны, договор мы заключаем в течение недели. Проблема с установкой и уже до выезда наряда у нас проходит где-то около недели. Мы сами находимся по адресу города Одинцово, улица Садовый, дом 15. Телефон дежурной части 8495-596-3060 или 8495-599-6169. Дежурный офицер работает в круглосуточном режиме и готов ответить на любой ваш вопрос. Что ж, Андрей Юрьевич, спасибо огромное. Желаю успешной службы вашему подразделению, хороших показателей и, естественно, побольше задержанных. Задержанных преступников. Спасибо, Петр Юрьевич. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был заместитель начальника Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, подполковник полиции Андрей Юрьевич Таганов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова